И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. И родились у Давида шесть сыновей в Хевроне. Первенец его был Амнон от Ахиноамы из Релиятянки, а второй сын его Далуя от Авегей, бывшей жены Навала, кормили Тянки. Третий – Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского. Четвертый – Адония, сын Аггифы. Пятый – Сафатия, сын Авиталы. Шестой – Ефираам от Эглы, жены Давидовой. Они родились у Давида в Хевроне. Когда была распря между домом Саула и домом Давида, то Авенир поддерживал дом Саула. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Айя. И вошел к ней Авенир и сказал Иевосфей Авениру, зачем ты вошел к наложнице отца моего? Авенир же сильно разгневался на слова Иевосфея и сказал, разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из женщины. То и то пусть сделает Бог Авениру и еще больше сделает ему. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему в сей день. Отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудою от Дана до Версавии. И не мог Иевосфей возразить Авениру, ибо боялся его. И послал Авенир от себя послов к Давиду в Хеврун, где он находился, сказать, чья это земля? И еще сказать, заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский. И сказал Давид, хорошо, я заключу союз с тобою, только прошу тебя об одном, именно ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собой Мелхолы, дочери Саула, когда придешь увидеться со мною. И отправил Давид послов к Иосфею, сыну Саулову, сказать, отдай жену мою, Мелхолу, которую я получил за сто краеобрезаний филистимских. И послал Иевосфей, и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаишева, пошел с нею, и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему, ступай назад, и он возвратился. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря, И вчера и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду. Тоже говорил Авенир и Вениамитянам. И пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, что желали Израиль и весь дом Вениаминов. И пришел Авенир к Давиду в Хеврон, и с ним двадцать человек. И сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним. И сказал Авенир Давиду, я встану и пойду, и соберу к господину моему царю весь народ израильский. И они вступят в завет с тобой, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя. И отпустил Давид Авенира, и он ушел с миром. И вот слуги Давидовы с Иоавом пришли из похода и принесли с собою много добычи. Но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Когда Иоав и все войско, ходившие с ним, пришли, то Иоаву рассказали, приходил Авенир, сын Ниров, к царю, и тот отпустил его, и он ушел с миром. И пришел Иоав к царю и сказал, что ты сделал? Вот, приходил к тебе Авенир, зачем ты отпустил его, и он ушел? Ты знаешь Авенира, сына Нирова, он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, и разведать все, что ты делаешь. И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром, и возвратили они его от колодий Засира без ведома Давидова. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, И там поразил его в живот, и умер Авенир за кровь Асаила, брата Иоавова. И услышал после Давид об этом, и сказал, Мивенингя и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова. Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его. Пусть никогда не останется дом Иоава без семяноточивого, или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе. Иоав же и брат его Авеса убили Авенира за то, что он умертвил брата их Асаила в сражении у Гаваона. И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним, Разделите одежды ваши и оденьтесь во вретище и плачьте над Авениром. И царь Давид шел за гробом его. Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира, Плакал и весь народ. И оплакал царь Авенира, говоря, смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, И ты пал, как падают от разбойников, и весь народ стал еще более плакать над ним. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день, Но Давид поклялся, говоря, то и то пусть сделает со мною Бог, И еще больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь. И весь народ узнал это, и понравилось ему это, Как и все, что делал царь, нравилось всему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умершивление Авенира сына Нирова. И сказал царь слугам своим, знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле. Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди, сыновья Саруи, сильнее меня, Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его. Глава 4. Вторая книга царств. И услышал Иевосфей сын Саулов, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его, И весь Израиль смутился. У Иевосфея, сына Саулова, два было предводителя войска. Имя одного Баана, а имя другого Рихав, сыновья Риммона Бейрофянина. Из потомков Вениаминовых, ибо Бейеров причислялся к Вениамину. И убежали бейрофяне в Гефаим, и остались там пришельцами до сего дня. У Иоаннафана, сына Саулова, был сын хромой. Пять лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Израиля. И нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его Мимфи Васфей. И пошли сыны Риммона Бейрофянина, Рихав и Баана. И пришли в самый жар дня к дому Иевосфея. А он спал на постели в полдень. А привратник дома, очищавший пшеницу, задремал и уснул. И Рихав и Баана, брать его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницы. И поразили его в живот, и убежали. Когда они вошли в дом, Иевосфей лежал на постели своей, в спальной комнате своей. И они поразили его, и умертвили его, и отрубили голову его, и взяли голову его с собой, и шли пустынною дорогою всю ночь. И принесли голову Иевосфея к Давиду в Хеврон. И сказали царю, вот голова Иевосфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отмстил за Господина моего, царю Саулу, врагу твоему и потомству его. И отвечал Давид Рихаву и Баане, брату его, сыновьям Риммона, Беерафянина. И сказал им, жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби. Если того, кто принес мне известие, сказав, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Сикелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме, напастели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не стрюблю вас с земли? И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне. А голову Иевосфия взяли и погребли во гробе Авенира в Хевроне. Глава пятая, вторая книга царств. И пришли все колено Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали, Вот мы, кости твои и плоть твоя, еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. И сказал Господь тебе, и пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид Завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида царя над всем Израилем. Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился, царствовал сорок лет. В Хевроне царствовал над Иудою семь лет и шесть месяцев, и в Иерусалиме царствовал тридцать три года над всем Израилем и Иудою. И пошел царь и люди его на Иерусалим против Иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду, это значило, но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид в тот день, всякий, убивая и Иерусалим, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится, слепой и хромой не войдет в дом Господень. И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Мело и внутри, и преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал хирам царь Тирский послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И ауразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима, после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме. Самус, Исовав, Инафан, И Соломон, Иевиар, Иелесуа, Инафек, И Иофея, И Елисама, И Елидая, И Елифалев, И Самая, Иосевав, Нафан, Галамаан, Иевар, Иисус, Елифалав, Нагев, Нафек, Ионафан, Леосамис, Варимав. И Елифалав. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пришел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлян, предашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду, иди, ибо предан филистимлян в руки твои. И пошел Давид в Вал-Пироцим и поразил их там. И сказал Давид, Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода, посему и месту тому дано имя Вал-Пироцим. И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их и велел сжечь их в огне. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, идти ли мне против филистимлян, передашь ли их в руки мои? И он отвечал ему, не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум как бы идущего по вершинам тутовых дерев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобой, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил их филистимлян от Гавайи до Газера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok